Приветствую вас. Во-первых, стоит сказать, что отношения вы не забудете. То есть, они не идут у вас с головы, не идут у вас из сознания, вы будете о них вспомнить, вы будете думать об этой девушке, вы будете к ней стремиться, и вы будете стараться как-то ее вернуть все равно. Вообще, я думаю, что начинать нужно не с девочкой, а с вас. Начинать нужно с того, что на протяжении всей вашей истории вы боитесь взять ответственность за себя. Вы боитесь сделать шаг, и по итогу, по итогу, вы напрягаете себя на страдания. То есть, вы не проявляете активность, тогда, когда нужно, в должной степени. Вы не делаете выбор, за вас делают выбор другие. Вам это дает повод страдать, и только через страдания вы уже получаете право, по вашему мнению, получается право, ну, собственно, что-либо требовать подковолить. Давайте мы с вами пойдем по тексту, я его сейчас разберу. Значит, мне 33 года, жена. Есть дочь 8 лет. Семья уже давно не ладовалась. Ну вот, смотрите. У вас есть проблемы с семьей. Проблемы с семьей давно, но вы почему-то не уходили. Не уходили вы, вероятно, из чувства вины. Из чувства вины и гиперответственности. Наверное, вы думали, что если вы уйдете, то будет страдать дочь и будет страдать, ну, ваша спруга. Как будто они не страдают и так с вами. Задумывались ли вы о том, что вот все чувства, которые вы испытываете в корене, все чувства, я имею в виду, что она не получает от вас внимания, что вы готовы ее отпустить и так далее. Вот все это относится и к жене. Потому что жена тоже испытывает все те же чувства. Смотрите, смотрите. У вас проблемы в семье. Вы эти проблемы и не готовы решить. И в то же время вы не готовы расстаться. Спрашивайте, по какой причине. Чувство вины, если вами движет, что давайте пока так. Вы действительно считаете, что семью можно построить на чувстве вины? Вы действительно считаете, что чувство вины – это хороший стимулятор для того, чтобы вам быть в отношении с кем-либо? Вы сами ответьте себе на вопрос. Искренне ли это? Искренне ли, чувственно ли, правильно ли? Вы пишите, что в апреле я познакомился с девушкой, которой было 18 лет, у нее нет родителей, и были проблемы, которые я ей помог решить. Ну, то есть, вы выступили для нее как родители. По сути. Вы выступили для нее как родители. Из этого я делаю вывод, что вам комфортно в этом состоянии. В состоянии родителей. Из этого я делаю вывод, что в своей семье вы не родители. То есть, ваша жена, вероятно, либо слишком активна, и она подавляет вас, либо наоборот, слишком пассивна, вы ее не слышите, не чувствуете. Вот. Тем не менее, вы ее выбрали, и выбрали вы ее, скорее всего, потому что так удобно. Дальше. Я и подумать не мог, что у нас будут отношения. Ну, здесь я бы сказал так, что... Стереотипы, безусловно, стереотипы, предрассудки, страх общественного мнения у вас есть. Что обращают неуверенность в себе. Что, в свою очередь, обращают конфликт с родителями. Вот. Ну и, соответственно, отчеркиваю, мне кажется, что это соответственно шока, когда вы, опять же, оказываетесь в таком положении, что я этого не ожидал, я не думал, что так все будет, и, соответственно, и, соответственно, не думая, что все так будет, я вот не знаю, что теперь делать. Уже в мае, пишите вы, я ушел из семьи, и мы стали тайно встречаться. Ни я, ни она не решились рассказать родным из-за большой разницы в возрасте и моего брака. Александр, ну, если насчет брака ситуация такова, что вы могли уйти из семьи, а это значит, что вы уже практически развелись. я не очень понимаю, почему вы ушли из семьи, но не развелись, то вот в контексте возраста это сериалтип, то есть навязанный вам сериалтип. То есть, по сути, психология, это называется интроэкция, когда вы берете определенную норму, определенную установку и принимаете ее целиком, такой, какая она есть, но при этом она вам вредит. Вы поймите, что разница в возрасте не приветствуется обычно потому, что там начать скорый распад отношений с подсами. Только поэтому. И считается, что чувств там нет. Ну, если у вас есть чувства, то почему бы не. То есть, здесь я предложил бы вам посмотреть на ситуацию более широко. откуда у вас этот взгляд, что возраст там и так далее. Откуда? Далее. Был суперсекс, суперобщение, не думал, что у вас такой разницы, возраст этого отмойт. но, опять же, вот вы не думали. Да, да, то есть, вот вы заметили, что многие вещи вы не думаете. Вы не думали, что у вас будут отношения, вы не думали, что возможен суперсекс и суперобщение. Далее. Вскоре меня начала мучить совесть за дочку и вновь спирать. Вновь. Если у вас в семье проблема, то тем, что вы ушли, вы только лишь сделали хорошо своей дочери. Это правда. но отец ее никуда не делался. То есть, ей нужен папа. И папа ее есть. Вы. То есть, вам просто нужно проводить с ней время. И все. Дочь не имеет отношения к семье. В данном случае. То есть, у вас может не ладить со всеми все, но с дочерью вы можете поддерживать отношения. Ага. По какой причине вы не поступили? Как? В чем заключается вина за дочь? Точно разбирайте. Ага. Вы пишите, ей хотелось постоянно гулять, ходить в кафе и клуб. Меня устраивали более спокойные встречи. Но в целом нам было хорошо вместо. Знаете, смотрите, вы говорите, меня начала мыть целая забилочка, ей постоянно хотелось гулять. То есть, не опечатка ли это? А может быть наоборот? Это не опечатка. Почему у вас дочь стоит сразу перед вашей девушкой, которая такая молодая? Знаете, с чем это связано? Ага. Дальше. Вы пишите, что ей хотелось гулять, ходить в кафе и клубы и меня устраивали более спокойные встречи. понятно, и заранее на тревог. но в целом нам было хорошо вдвоем. А вот отношения с дочерью у вас какие? Вы ссоритесь или наоборот вы близки? Значит, спустя два месяца я понял, что у нас нет будет всего так как разница в возрасте и нас осудят родные. Ну, странные если честно основы для расставания. То есть в целом все возрасте вы уже сами поняли, что это фигня. Фигня. А все неправные ну осудят и что дальше? Что страшного это в этом для вас лично? Мы расстаемся и я возвращаюсь в семью. Ну вот тоже странный момент. То есть два месяца вы гуляли потом вы возвращаетесь в семью опять. Вы не считаете, что по отношению к семье это какое-то странное поведение? Но если вы ушли из семьи и приняли решение уйти из семьи, ну заведите до конца разведитесь и все. Чего мучить своих близких там? Вот. У нее была шутка истерика, но она к вам привязалась. Я поехал с нее на море, но общение с Кариной не прекратилось. Спустя три недели наши встречи продолжились, только я уже жил в семью. Ну вот и Александр, вы подумайте, ваша семья достойна такого. Ваша семья должна услышать этого. Мне кажется, мы здесь просто нечестны с собой. То есть, вы нечестны. Есть семья, семья проблемы, вы у семьи, потом испугались. Вопрос чего? Есть ощущение, что вы до этого до сих пор жили исключительно до апреля. Вы жили потому что надо, потому что так должно быть. Не потому что я хочу, а потому что должно быть. Вы были счастливы? А скорее не вы были счастливы? Что во сне? Так длилось до октября, с ее страшными были постоянные претензии, которые редко видим, что она меня постоянно сдала. Но это понятно, это первая любовь во мной. Меня разращали ее навязчивость и слезы. Почему? Варвать не лишался, боялся ласкать жене. Так, к вашей жене. у вас какое отношение? Вообще-то вы от нее ушли. Вообще-то вы два месяца ей изменяли. И вообще-то вы продолжали ей изменять. Да? Так чего вы боитесь? Если вы уже ушли, если вам эта женщина не важна, признаете себе, представьте фото себе. Смотрите, что мне моя жена больше не интересна. Не только отпустите вы бедняжку. Пусть отношения строят с человеком, который ее оценит. И себе подвольте счастливым быть. Пусть и недолго. Пусть не ну пусть нет грущи. Ну и что? Побудете с встретить кого-то еще? Будете жить счастливо? Кто знает, может быть скорее не все получится. Понимаете, вы нечестны с собой, вы постоянно отрицаете свои чувства, свои желания. Я полагаю, я полагаю, что это заслуга родителей, которые говорят, не слушай себя, не чувствуй, не чувствуй. Есть такой сценарий, называется без радости. Вот вы живете без радости. Вы не позволяете себе желать. Абсолютно. Вот. Вы посмотрите в интернете про этот сценарий. я полагаю, что именно в нем вам стоит поработать. Так, дальше, значит, боялся, что он расскажет жене, да и встреча мне доставляли удовольствие. Ну, вот здесь противоречие. боялся рассказать жене, встречи с ней доставляли удовольствие. Встречи доставляли удовольствие или боялись с жене рассказать. Жена зачем? Карина вам зачем? Жена зачем? Знаете, то есть вот здесь нужно разбираться, то ли это просто инфантильная позиция такая у вас очень все, то ли это страх, то ли это обстоятельство перед выбором, то ли это все-таки подавление своих желаний. Вот. Бывала она знакома с парнями, я не возвращал, понимал, что самсона не получает до него внимания, ей хочется гулять и общаться. Ну, это скорее у вас защитная реакция такая в виде логических цепочек, на мой взгляд. Так, я ей сам не раз говорил, что я не другой, а не я, так я не уйду из семьи. Александр, Александр, почему? Вы уже ушли из семьи. Вы были без сни два месяца. Вы изменяли своей жене. Я не говорю, что это плохо. Я не обвиняю вас, но я говорю, что иметь имущество признать, что ваша жена достойна от того, чтобы ей изменять. А это значит, что вам и вы ее не любите. Вы готовы обречь свою жену, мать своего ребенка на отношения без любви? готовы? Считаете ли вы что она достойна жить мужчиной, которые ей изменяют? Нет, я не обвиняю вас, не обвиняю. Просто подумайте о своей жене, так же, как о Карине. Подумайте о ней. Дальше. Вы знаете, у меня не покидает ощущение, что здесь есть вот что-то больше, что-то глубже. То есть, может быть, вы на Карину перенесли образ идеальной женщины, которая не обличала ваша жена, но которую вы взяли в шоне, потому что она была удобна. Может быть, Карина это то, что вы не видели в своей жене. Молодость, активность, веселость, секс из-за этой проблемы. Потому что, понимаете, вот в контексте Карины, хоть вы и не истинны, хоть вы и не истинны, как оказалось, но вы мыслите правильно. А вот в контексте жены также вы не мыслите и это стране. Дальше. Так было до тех пор, пока я не приношу нас с Максимом. После нескольких встреч я понял, что он не понравился во время современной встречи, сказал, что он серьезный отступил. Так, Карина обещала попробовать, я после этого места себе не находил. И вдруг не захотел ее терять. Почему? Вот почему? Как вы думаете, что вы теряете с Кариной? А с Кариной вы теряете себя, себя, свои желания, свои потребности, свои мечты. С Кариной вы теряете свою естественность. Понимаете? поэтому вы не хотели ее терять. Потому что Карина это вы, вы настоящий, вы живой, вы свободный, а женой, женой вы не такой. Понимаете? И вот ваша задача стать таким на постоянной основе, всегда, в ненавистности от того, с кем вы, с женой или с Кариной или еще с кем-то. Понимаете? У меня все переворачивалось внутри, после каждого их свидания я начал на нее давить. Ну вот, Александр, понимаете, у вас очень как-то стремительно все происходит, то есть почему переворачивалось, что переворачивалось, какое вы имеете право на нее давить, чего вы вдруг решили на нее давить, понимаете? А как же жена догналась? ваша. То есть это вот какая-то очень такая детская позиция всего, капризная, капризная позиция невзрослая. И опять же сказано это с тем, что ваш ребенок бунтует внутренне. Он бунтует, потому что его не слышит. Его не слышит никто. Постоянно его подавляет. Сказал, чтобы рассталась с ней, а я снова выйду из семьи и буду с ней. Ну, Александр, вот понимаете, да, о чем я говорю? Ребенок. Вот вы ребенок. Карина колебала, не давала все-таки ответа, тогда я пошел в атаку, но слышите-ка, что вы говорите? Я пошел в атаку. То есть в любви, в любви вы пошли в атаку. Кого, кто, кто в любви атакует? Если вы любите Карину, например, ну, вы видите, что она счастлива, вам этого достаточно, а вы пошли в атаку, значит, вам нужно быть с ней. Для чего? Для того, что она вам дает. Точнее, то, как вы себя чувствуете с ней, вам радостит. То есть это и называется эффект второй половинки. С ней вы чувствуете себя хорошо, для нее нет. А значит вы сами не помните. Вы не цельный. Понимаете? И нужно провести работу, чтобы стать цельным. И тогда вы сможете выстраивать отношения здоровые. Без измерий, без атак, без давления, без шантажа, понимаете? Без страха, без предрассудков каких-то. Карина после этого выбрала так как он неженат, моложе, и против него не будут подражать размене. Походу она мной перегорела. Может быть, может быть, может быть. Это не имеет значения. Ага. Мне предложила продолжать тайные наши встречи, но я не пригласил, что для меня стало мучительно. у них все хорошо. Как вы думаете, почему? Потому что у них хорошо, а у вас нет. У них все здорово, а у вас нет. А что у них здорово? Они свободны. Вы нет. Они живут чувствами. Вы нет. Это вся разница. И вот про эти дни, как мы расстались, я вернулся к жене про свое прощение. Ну, я не знаю, как надо не уважать жену свою, то есть вообще ее не ставить ни во что. Вообще ее вообще ни во что не ставить, что вы из меня сколько раз уходили минимум два раза, бедная женщина, и снова уйдете. Ведь вы знаете Александр, что вы снова уйдете. Снова не уйдете. Отпустите жену. Признайте, что брак не сложился. Забудьте один, поработайте с психологом, научитесь лучше себя, научитесь любить себя, научитесь уважать себя. Освободитесь от давления, от предрассудков, от сценария безрадости. И потом устраивайте отношения заново. Карина, это показатель того, что у вас кризис. Это показатель того, что вы не слушаете себя, не чувствуете себя, не любите себя. И так же вы относитесь к другим. Вам по большому счету плевать на Карину и на жену. Вам по большому счету плевать на всех, кроме может быть дочери. Но и на дочь вам тоже, мне кажется, плевать, потому что вы не понимаете, что для нее значат уход папы и возврат папы. Вот, видимо, вы не понимаете. Вам плевать на всех. И я понимаю, почему плевать. Потому что вы из себя ничего не делаете. Вы не можете никого любить, потому что вы себя не любите. Вы не можете никому не дать, потому что вы не даетесь в том, что бы давали вам. Вы не можете быть свободны, потому что вы боитесь обсуждения. Вы не уверены в себе. Значит, вот в этом и проблема. И поэтому Карина у вас не выходит из головы, потому что она звать это путь. туда другой жизни, к лучшей жизни. А сами вы себя таким не видите. Для этого нужен кто-то. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что работа в этом направлении. Сперва ознакомьтесь со сценарием без безразности, потом уходите от жены, признайте честно, что ваш брак не состоялся, освободите ее, освободите дочь, общайтесь дочь, любите ее, будьте дочери, отцом, но семью свою предстанте мучить. И работа над собой. Я бы для начала предложил бы практику по гестарте психологии проработать. Первый Федерик 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 Перв автор книги почитайте, сделайте упражнение. Это для начала. Дальше работа с психологом. Проработка детско-родительских отношений, программирование вашего взгляда, уважения себя, любви к себе, любовь к себе, личные границы, безопасность. Все вам нужно прорабатывать. Так что, Александр, вот так я думаю можно вам ответить на вопрос. Если вы хотите быть счастливым, если вы хотите, чтобы была счастлива ваша дочь, то такой вот план. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. ,